Когда мы говорим о ретро-консолях и играх для них, в частности о видеосигнале, мы практически всегда говорим о разрешении 240p. Это было основным разрешением вплоть до пятого поколения консолей включительно. Но постойте, все мы знаем, что LT-телевизоры поддерживают только черезстрочную развертку. Также и композитный кабель, который почти два десятилетия был основным способом подключать игровые консоли к вашим телевизорам, поддерживает только интерлейст видеорежимы. Как это возможно, как это работает и почему 240p контент на современных телевизорах работает неправильно? Давайте поговорим об этом в этом видео. Для начала давайте кратко вспомним теорию о видеорежимах и сигналах, применимых в аналоговом телевидении и, соответственно, ретро-консолях. Уверен, что многие зрители моего канала и так уже в курсе, но для контекста нашего разговора это будет полезно. Общим видеостандартом для аналогового телевидения принят 480i при 60 Гц в NTC регионах и 576 при 50 Гц в PAL регионах. Цифры эти нам говорят о частоте развертки или обновления полного кадра, 60 и 50 Гц соответственно. i говорит о чрезсрочном типе развертки и, наконец, цифры 480 и 576 о разрешении кадра. Хотя точнее будет говорить поле, но об этом чуть позже. Еще это называют горизонтальным разрешением или количеством ТВ-линий. В любом случае это все название одного и того же. Все мы знаем, что ЛТ-экраны формируют изображение, если этот процесс упростить для ясности, путем бросания пучка света на поверхность стеклянной трубки, рисуя строчку за строчкой слева направо, потом сверху вниз. Вот эти строки и есть количество ТВ-линий. Чересстрочный сигнал или интерлизовый сигнал от английского interlaced. Это сигнал, который позволяет в каждый момент времени обновления развертки экрана чередовать ТВ-линии, которые будут зажигаться и соответственно отображены. Например, сначала четные линии, потом нечетные. Такое чередование позволяет получить наилучший баланс между скоростью затухания лиминофора и частотой обновления. Да, есть PVM и BVM, которые позволяют отображать контент 480p на своей электронно-лучевой трубке, но сейчас мы говорим об обычных потребительских телевизорах, которые само собой были более массовыми и обладали гораздо более скромными внутренними элементами и характеристиками, чтобы быть доступными более широкому кругу лиц, в том числе и по цене. Кроме того, это немного помогает сделать мерцание менее заметным на, опять же, обычных потребительских телевизорах. Таким образом, 480i, ну или 576i в полурегионе, говорит о горизонтальном разрешении полукадра. Разрешением полеэкрана, опять же, называть это можно по-разному, но смысл один. Горизонтальных линий, которые содержат какую-либо полезную информацию, через строчных сигналах вдвое меньше, чем указано в типах сигналов. Но эти линии обновляются 60 раз в секунду, или 50 для PAL. Получается очень плавно и позволяет отобразить контент частотой в 30 кадров и в 60 кадров, при этом не предъявляя серьезных требований к телевизору. И весь телевизионный контент, и видеоконтент всегда были в формате 480i или 576i. Но игровые консоли, как я уже сказал ранее, и как вы знаете и без меня, до шестого поколения в качестве основного типа видеосигналов использовали именно 240p. В шестом-то еще тоже встречалось, но крайне редко. При этом они подключались по тому же композитному видеокабелю к тем же обычным потребительским телевизорам. Как так? 240p на самом деле практически трюк, который применяли просто все. Зачем? Мощности домашних игровых систем не позволяли генерировать 60 кадров в секунду при разрешающей способности в 480 TV-линии, подозревая, что решение было относительно очевидным. Генерировать просто половину от них, то есть 240 линий, принять их за валидное поле экрана и обновлять их 60 раз в секунду, если мы говорим о частоте развертки в 60 Гц. Что с оставшимися линиями, раз они больше не чередуются, они просто игнорируются. Как телевизор, который должен отображать контент в 480i, будет отображать такой сигнал? Каждый аналоговый сигнал должен нести в себе, кроме данных о яркости и цветности, также и сигнал синхронизации. Грубо говоря, синхросигнал и дает телевизору информацию о том, как работать со входящим видеосигналом. И для 240p этот синхросигнал был изменен таким образом, чтобы потребительские телевизоры не чередовали четные и нечетные строки и смогли отобразить сигнал в виде 240p. Таким образом получается сигнал с прогрессивной разверткой, достаточно низкого разрешения, но с частотой обновления 60 Гц. И который способен отображать потребительские телевизоры, вообще-то не предназначенные для прогрессивной развертки. По крайней мере более высокого разрешения уж точно. При этом электрический сигнал 240p не отличается от 480i. Отличие только в некоторых таймингах синхронизации. Но если строки не чередуются, то получается, что световой пучок попадает в ТВ-линии вдвое чаще, чем при чересстрочном сигнале. Да, это так. Тут место для шутки про то, что фраза «Кинескоп посадишь этой своей приставкой» не полностью лишена смысла. В чем проблема сигнала 240p? 240p – это не то чтобы валидный стандарт для телевидения. Да, технически, как понятно из объяснения выше, он вполне возможен и, как ясно из практики, реализуем. В рамках потребительских LTE-телевизоров все практически всегда будет в порядке. Но вот, например, 240p через компонентный видеосигнал, который тоже целиком полностью аналоговый, не воспринимается корректно практически всеми не-LTE-телевизорами. Самый простой пример. Например, воспроизведение игр PlayStation 1 на PlayStation 2 через компонентное видеоподключение. Некоторые считают, что раз у PlayStation 1 не было возможности выводить компонентный видеосигнал, то этого не делает и PlayStation 2. Но на самом деле она это делает. Но посылает по нему те же честные 240p, и это, скорее всего, ваш телевизор современный отобразить не может. Если же подключить PS2 к совместимому телевизору или через апскейлер или лайн-даблер, чтобы сконвертировать этот сигнал в 480p, который уже могут отображать все телевизоры, то все будет в порядке. Но даже если ваш современный не-LTE-телевизор умеет работать с 240p сигналом через компонентное видеоподключение, или если вы подключаете к такому телевизору вашу консоль по композитному кабелю или с карт RGB, по которому тоже передается 240p, вы можете столкнуться с тем, что действительно можно назвать проблемой. В начале видео я говорил, что весь телевизионный и видеоконтент поставляется для сигналов 480i в NTSI регионах и 576i в PAL регионах. Это телевизионный эфир, VHS и DVD. Также я сказал, что сигнал 240p электрически совпадает с 480i. И подавляющее большинство не-LTE-телевизоров поступающий сигнал 240p интерпретирует как 480i. Добавляем сюда достаточно примитивные алгоритмы обработки аналогового сигнала и их преобразования в цифру, которые применяются в большинстве телевизоров. На выходе мы имеем целый ряд проблем, хотя картинку мы и получаем. Чаще всего применяется что-то вроде бикубического или билинейного метода апскейла. Для видеоконтента небольшое мыльцо возможно только на пользу. К тому же позволяет скрыть артефакты через срочное видео и артефакты деинтерлейсинга. Но для ретро-игры мы хотим получить четкие и практически острые пиксели, а размытие лишь ухудшает картинку и без того не самого высокого качества. Так как телевизор считает, что сигнал интерлизовый, то и обрабатывается он как, соответственно, черезстрочный. А значит АЦП и софт телевизора пытаются обработать сигнал с чередованием строк, где этого чередования нет, да еще производят деинтерлейсинг. Результат, скажем так, не тот, который хотелось бы видеть. Про размытие я уже сказал, но кроме этого есть и другие проблемы. Самое очевидное из них, и то, что видели, наверное, все, это мигающие объекты. Все мы знаем этот классический прием в 8 и 16-битных играх. Вот только при обработке сигнала как 480i вашим телевизором этого мерцания вы не увидите. Вместо этого спрайт будет всегда отображен, но при этом черезстрочно. Это разрушает также ряд эффектов, которые строились на основе особенностей работы сигнала 240p. Еще добавляется к этому и импут лак. На все описанные мной процедуры у железа и софта уходит какое-то время, и это время прямым образом сказывается на задержке времени. Величина этой задержки целиком и полностью зависит от софта и железа конкретного телевизора. При этом поймите правильно, особых претензий к самим телевизорам и производителям нет. Аналоговые сигналы вот уже почти два десятка лет, как устаревший и представляющий интерес только энтузиастам, и само собой, чем современнее телевизор, тем меньше внимания уделяется старым сигналам, вплоть до отказа от соответствующих разъемов. Ведь это не то маркетинговое преимущество, вложение в которое поднимет продажи. Но нам, энтузиастам ретро-гейминга, аналоговый сигнал в 240p архиважен. И теперь вы знаете причины, по которым ваши старые игры выглядят далеко не так хорошо, как могли бы, если вы подключаете к консоли напрямую ваш современный телевизор. И я надеюсь, что теперь вам стало чуть яснее, что это за 240p и почему с этим сигналом такие сложности.